Ранее душу вкладывали через дело, через руки. Мастера делали объекты, вещи, и это были живые вещи, будь то одежда, пища, какие-то инструменты, что угодно. То есть есть причины, почему многие вещи вокруг нас именно руками нужно делать. Это единственное, что позволит вещам иметь энергию, чтобы это были живые вещи. А сегодня то, что делается роботами, то и мертвое, и из говна сделано, как говорится, все это нужно менять. Ну и плюс ко всему красоту должен именно человек делать, а не машины. Машина должна заменить именно рутинную работу, в которой не нужна красота, а именно в которой только рабский труд, рабская работа точнее. И вот эту рабскую работу машина должна заменять. А людям, людям должно остаться творчество. Творчество как бы развивает в первую очередь. Это значит, я к чему? Ранее душу вкладывали непосредственно через тело. Сегодня же, к сожалению, этот процесс перешел в несколько другое русло. Сегодня деньги являются эквивалентом души, и деньги являются энергией. Поэтому, скажем так, вкладывая, вкладывая деньги, вы вкладываете в свою душу, если она есть. Ну ладно. Плохо. Текарный дебастос. Таким образом, я призываю более внимательно относиться к тем моментам, в которые вы вкладываете свою душу. То есть, что мы имеем на сегодняшний день. Те крупицы энергии, которые мы получаем в виде денег, за рабские работы. То есть, мы их тратим на мертвые вещи. То есть, другое дело, если бы мы тратили это на вещи мастеров. Это в этом есть огромная логика. Я думаю, что никто со мной спорить не станет. Ведь я не какие-то выдумки говорю. Я говорю то, как есть. Просто знания об этом практически нет, и никто об этом не говорит, не знает. Вот. Мертвые вещи, а не мертвые вещи, а что о них говорить? Живые вещи, это вещи, в которые вложена душа. Допустим, автомобиль будет иметь душу, когда хозяин вложит эту душу в автомобиль. Как бы я не могу сейчас сказать, становится ли автомобиль живым после того, как в него вложены именно деньги, а не энергия через руки хозяина. Однако мы имеем такое понятие, как инструментарий, который на сегодняшний день также мертвый из, скажем так, мертвых материалов, но существует множество способов, чтобы его оживить. Инструмент сегодня тоже можно несколько переделывать, потому что, как немногие знают, оживить предмет можно символами, поэтому можно работать над тем, чтобы восполнить эти знания и воспроизвести их потом. Ну, то есть совершенно очевидно, что даже сегодняшний безликий инструмент можно немножечко дорабатывать и делать из него живой и красивый и уникальный инструмент. чтобы он как бы не являлся сопротивлением между вашей рукой и вашим творением, а наоборот способствовал перетеканию энергии. Как-то так вот. Я думаю, что можно, конечно же, более подробно эту тему рассмотреть, но я думаю, что в эти пять минут я вложил достаточно для переосмысления.